Симова загорело здание мебельного производства. Огонь очень быстро охватил около полутора тысяч квадратных метров. Вот как об этом рассказывает очевидец. Сильный ветер шел. Столкнуло пламя, так как ветер сильный, в момент он пошел в ту сторону. Естественно, соответственно, он начал полыхать очень сильно. Постепенно начал что-то рушиться там внутри. Ну и так как-то очень сильный-сильный ветер был, и он как-то по кругу, то есть, пошел. То есть, сначала сгорало там. Потом пошел дальше уже кирпичное здание. Сначала, видимо, здесь как бы, не знаю, как обстроено. То есть, сначала все сгорело здесь, потом в сторону кирпича внутри. И вот как-то он в круговую пошел. Что-то хлопушки стали, крыша валить из стала. Тут вот снова подняли. 12 машин, 65 пожарных боролись с огнем. В 17.20 пожар был локализован, то есть удалось прекратить распространение огня дальше. Происходили взрывы, возможно, газовых баллонов. Пожар присвоен повышенный номер. Иначе все силы брошены за счет соседних зданий, тушение пожаров. Причина пожара устанавливается. Из здания были эвакуированы 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. От дороги осталось одно название. Жители частного сектора в Новоульяновске вот уже несколько лет ведут переписку с властями. Каждый дождливый сезон превращает асфальтовое полотно в километры распутицы. Вся вода идет этим переулком. Сюда вот выходит, и здесь стоит вода. На нашу гору отсюда идти некуда. А вот местным жителям прокладывать собственные маршруты все же приходится в школу, магазин или на работу по бездорожью. Разглядеть выбоины под водным покровом, конечно, непросто. Асфальт в частном секторе Новоульяновска не ремонтировали ни разу. Прошло примерно 37 лет этим дорогам. А эти дороги были поднятые. Но у нас слива нету. Приходит весна, осень. Заливает. Здесь хоть на лодках катается. И вот, посмотрите, эта дорога села намного ниже уровня земли. Вот рядом стоит у меня сестра. Вот ее дом. Вот мой дом. Перейти ко мне не может. Я не могу выйти и перейти дорогу. Чтобы пойти в магазин, вот киосочки, нам нужно с собой брать вторую обувь. Пороги местной администрации обивают несколько лет. Под жалобой подписи жителей сразу нескольких улиц. Чиновники обещают выправить ситуацию. Сделаю обязательно. Через 2-3 года все сделаю. Но до сих пор делают. Три раза, я уже говорил вам, три раза ходили, обращались на прием. Все, был здесь последний раз, показал вид, свиту повозил. Так, вот это надо сделать, на канаву это надо сделать, прорыть. Там звонит телефон директору цементного завода. Ты мне дай экскаватор. Прочистить сзади кременок отводная канава. Хорошая была. И воды не было. Но ничего этого нет. Ливневой канализации в этом населенном пункте никогда и не было. Несколько улиц исключением не станут. Специалисты местной администрации в проекте предусмотрели лишь повышение уровня на нескольких участках дорог. До обращения жителей данная автомобильная дорога в 2016 году была включена уже в план ремонта на 2017 год. Соответственно, при утверждении технико-экономического задания, при прохождении всех экспертиз и комиссии, данный объект был расторгован в установленном порядке и заключен в муниципальный контракт. Подрядная организация известна. Сейчас на улице Октябрьска у нас завершили ремонт автомобильных дорог и переходит сюда. Здесь предусмотрен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и поверхностный слой из асфальтобетонного покрытия будет тоже здесь сделан. Сроки исполнения контракта истекают 29 сентября, но в местной администрации прогнозы строят оптимистичной и спешат добавить, лишь бы погода позволила работать спецтехнике. Ее на здешних ухабах пока никто не видел. Кристина Гафонова и Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. Опять 25. Эта крылатая фраза лучше всего подходит к ситуации на верхней террасе. Именно в 25-м доме на одной из левобережных улиц произошел конфликт и вновь на почве капремонта по региональной программе. Что это? Магическое действие, афоризм или очередной аврал? В ситуации разбирался Эдуард Истомин. В этом доме капремонт начался в мае. С конца весны и начали маяться местные жители. За 4 месяца подрядчики успели закруглиться лишь с ХВС и канализации, а затем включили режим ожидания на целое лето. Ну, сидеть надо ее дать. Сидим и сидим, ждем. Опять нет нам. Опять нет. Чего не будет, да не так. Валентине Полуэктовой уже за 80. Ей нужно двигаться, а не сидеть в ожидании. Но однажды Магомед дошел-таки до горы. В августе в доме закипели работы и отнюдь не майские. Видимо, белые мухи замаячили впереди. Я сказал, ну, пускай, пусть сделают. Главное, чтобы нормально сделали. В итоге мне сделали вот это. После этого я им сказал, что ко мне в квартиру больше никто ногой не зайдет. Сам подрядчик не шибко сильно комплексовал по поводу своих трудов. Нюансы сварной работы он пояснил тем, что объект не сахар. Проект работ то и дело менялся, голову поломали, дай боже. Я же объясняю. Прямые трубы. Отверстия дайте нам пересверлить. И будут прямые трубы. Ради бога, но надо было это говорить до того, как вы это делали. Вам говорили, вы не дали нам доступ. Кто говорил-то? Сейчас придется этот сварщик, именно этот сварщик, который спрашивал, можно мы пробурим, чтобы у нас трубы шли параллельно? Вы сказали, не надо ничего бурить. Я сказал. Да. Слова господина Желткова опровергли на очной ставке. Ее начальник подрядной организации проиграл с сухим и разгромным счетом. Мнение сварщика подтвердила и жена Дмитрия. Ничего такого не было. Я сказал, можно было бы. Можно было бы это сделать. Но как это сделать, если у соседей снизу подвесной потолок? То есть, по сути дела, вы им не предлагали пробурить? Именно конкретно? Нет. В соседней комнате и туалете также кусочные непрерывные трубы. Такую работу на конкурс рабочего мастерства не пошлешь. К тому же капремонт делается на народные деньги из общего котла. По сварке видно, что будет опять соединение в двух местах, даже не в одном. А все эти соединения, они будут протекать в итоге. Чем больше соединений, тем больше вероятность того, чтобы их протекать. В фонде модернизации ЖКК оперативно взять комментарий не удалось, но на словах его сотрудники заверили, что до начала отопительного сезона недостатки в доме исправят. Подрядчик подтвердил их слова. У нас осталось буквально четыре квартиры во втором подъезде и шесть квартир в первом подъезде сделалось. Все. И у нас на сегодняшний день ремонт закончится. Я устал в самом начале от этого же всего, когда пришел и увидел. Я понял, что мне это уже настолько надоело, что даже не хочу это увидеть больше. Вот и выходит, что для семьи Дмитрия капремонт не стал благом. Для нее это нервные потери, перенапряжение сил, а еще капитальное неудобство и долготерпение. Плюс ущерб уюту с эстетикой в квартире. Эдуард Истовин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. На внеплановые каникулы отправили 100 детей из рабочего поселка Муловка, где в конце августа из отстойников фармацевтического завода разлилась борда. Организовать отдых в санаторно-оздоровительном лагере поручил председатель регионального правительства во время очередной беседы с жителями Муловки. Артем Петров продолжит. 21 день дети из поселка Муловка проведут на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Березка». Поправить здоровье, отдохнуть при этом без отрыва от учебы – такой подарок преподнесло школьникам региональное правительство. Ну, во-первых, профилактику никто не отменял. Во-вторых, есть ребятишка с хроническими заболеваниями, которых просто нужно поддержать, и все, что касается иммунитета – это очень серьезные и важные вещи. Перед отправкой в лагерь школьники прошли медицинское обследование. Лечение в «Березке» включает в себя физиотерапевтические процедуры, кислородные коктейли, занятия на свежем воздухе. К разработке развлекательной программы в санатории также подошли на индивидуальной основе. У нас разработаны программы под этих детей. Программа, здесь сюда входят интеллектуальные игры, викторины, также спортивные мероприятия. Ежедневно у нас проходит дискотека для детей, проводится обязательно. Тематические игры, походы в кинотеатры – это лишь малая часть от запланированной программы. Мы играли там, пели песни, там были задания такие, потом лабиринт был. Отдых без отрыва от учебы – еще одна особенность, с которой в «Березке» встретили школьников. Занятия по основным предметам проводят учителя из Димитровградских общеобразовательных учреждений. Два урока в день, ну, два-три урока в день. И домашнее задание не задают. Отдохнуть душой и телом, поправить здоровье, найти новых друзей. Внеплановые каникулы дети встретили. На ура. Артем Петров, Алексей Прохоров. Вести Ульяновска. Из Меликесского района. Сегодня, 27 сентября, в России воспитатели и дошкольные работники принимают поздравления с профессиональным праздником, который в 2004 году обрел статус государственного. Сегодня же объявили имя победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». В день дошкольного работника лучших представителей профессии из различных районов Ульяновской области чествовали во дворце творчества детей и молодежи. Педагог – это призвание. Не иначе. Ведь работа с детьми требует особого подхода. Профессия педагога самая важная – любовь. Любовь к детям, любовь к труду. Если человек любит свою профессию, то, соответственно, будет достигать самых главных вершин. Педагогу дошкольного образования нужно, чтобы ребенок был здоров, счастлив и захотел учиться в школе к концу дошкольного детства. В день дошкольного работника подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Победителем стала педагог Димитровградского детского сада «Рябинка» Дина Кожемякина. К профессию она пришла 15 лет назад. На конкурсе выступила со своими наработками. Применение мультимедийных презентаций в ходе занятий. Затем здоровьесберегающие технологии. Они наиболее актуальны в наши дни. Игровые технологии, потому что игра – это ведущий способ работы с детьми. Основной вид – игровая деятельность. Финал Всероссийского конкурса намечен на ноябрь. В Рязани лучшие дошкольные работники со всей страны поборются за звание «Воспитатель года-2017». Елена Тимонина, Артем Петров, Любовь Фомичева, Алексей Прохоров и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Завершит выпуск традиционной информации. Информация синоптиков Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Температура воздуха ночью по области от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до минус 3. В Ульяновске от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем по области от 6 до 11 градусов. В Ульяновске 7,9.